Вместо детской площадки баня. Жители дома номер 14 дробь 2 на улице Ермекова возмущены тем, что на месте, где должна играть детвора, хотят построить баню. Несколько месяцев назад здесь начались работы по благоустройству территорий в рамках программы модернизации ЖКХ. Местные жители отмечают сразу, объявились хозяева территории, которые намерены построить здесь частное здание. Фариза Улбаева с подробностями. Сейчас начнется лето, да, нигде кроме вот этого места практически нет. В этом году начались ремонтные работы по благоустройству дворовой территории. По словам местных жителей, после вырубки деревьев появились чужие, которые заявили горожанам, что данный участок куплен ими аж в 2008 году. Нервы нам мотают дайте кондоминиуму, мы не даем, естественно. Вы не даете разрешение кондоминиуму? У нас никто не спрашивал, понимаете, никто не подписывал согласия на это. И в 2008 году. По словам жителей окрестных домов, бизнесмены ранее не покушались на свободный участок земли, прилегающий к детской площадке. Людмила Бабина живет здесь уже 56 лет. Она заверяет, что никаких разрешающих документов не подписывала, а появившихся хозяев видит впервые. А документы эта дама не предъявила. Ведет себя нагло, ну просто беспредел какой-то. Приводит проектировщиков, кто-то здесь набивает колышки, занимая нашу территорию. И как по слухам, она там должна находиться, а она вот здесь уже лезет сюда. Вот мы в недоумении стоим и не знаем, что делать, потому что она нам пригрозила, что она буквально в несколько дней огородит территорию и начнет работы. Хотя документов никаких не предъявлялось абсолютно. Ни имени не называлось своего, ни фамилии абсолютно. По словам жителей, бизнесмены до этого молчали и только после того, как территорию начали благоустраивать и облагораживать, заявили о своих правах. Причем сделали это в грубой форме. Сказала, что она должна, ты должна ей дать кондоминиум показать. Я сказала, я говорю, ну ты на работе, я говорю, ну когда будет вечером? Она пришла, в тот вечер не пришла, пришла в другой день, вчера. Реконструкцию проводит Акимат Казбикбийского района. Согласно поэтапному плану, осуществили вырубку деревьев. Планируется построить детскую спортивную площадку, установить новые мусорные баги и многое другое. Решили, что с самого начала года они приходили здесь, собрания устраивали. Нам вот как бонус, мы еще должны были эту детскую площадку поставить. Теперь все это благоустройство города, это все вошло. И теперь вот нам ее начали строить. Ну вы сами знаете, что было и морозы, и снег был лежал, и они не могли подступиться. Они уже месяц назад хотели все начать, но лежал снег. Сегодня жители в большей степени обеспокоены тем, что могут лишиться своей новой детской площадки, ремонт которого ждали около 10 лет. И никаких документов, тем более по кондоминиуму, выясняйте через соответствующие организации. В поисках истинным обратились в Акимат Казбикбийского района. Именно они отвечают за богоустройство дворовой территории. Там нам заверили, что ремонт двора был запланирован 5 лет назад. И во время проверки проекта каких-либо претендентов на землю не было. Собственник, он появился позже. Но это я еще раз хочу подчеркнуть, оно никоим образом не будет влиять на ход производственного процесса. Но данная ситуация никоим образом не будет влиять, потому что у нас есть договор о государственных закупках, есть сроки исполнения договора о государственных закупках. Мы будем выполнять, у нас в принципе работы здесь достаточно, мы будем выполнять другой объем работы. И в ходе выполнения работы будем как бы в кратчайшие сроки разбираться с этим инцидентом. В Акимате заверили, что разрешить спор сможет только отдел земельных отношений, но работы по богоустройству они все же проведут. Земельники заверили, что разберутся с границами участка. Сегодня после обеда выведут наши специалисты сюда. Мы пригласим одного из ваших представителей, чтобы все в этот такой... Или можем сюда сами приехать и пояснить конкретно, где заканчивается граница участка. Как выяснилось, территорию купили 9 лет назад. Все это время собственник почему-то хранил молчание. Собственно, как и сейчас. Но территория детской площадки оказалась частной собственностью. И жители не смогут с этим поспорить. Если не ошибаюсь, это женщина, там хозяйка, которая принес собственник и принадлежит земельный участок с 2010 года. Возникло право у нее согласно договору купли-продажи. В принципе, право частной собственности у нас в государстве еще никто не отменял. А законность это уже будет проверяться дальше. Однако бороться за все еще не построенную игровую зону и свой двор люди готовы до конца и разными способами. Ведь данная детская площадка является одной на все 10 домов. А двор, где живут в основном пожилые люди, по их словам, точно не предназначен для бани. Фариза Албаева, Лжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.